И вручаем ваш первый, самый главный документ маленького гражданина России. Поздравляем вас. Галина Сырова стала мамой за день до этого важного события. Помимо радости от рождения первенца, из счастливых моментов девушка отметила новую услугу. Роженица в числе первых получила свидетельство о рождении малыша в роддоме. Процедура подачи документов заняла не больше 10 минут. Вчера зашла, посмотрела данные, справку о рождении, позвонила мужу, чтобы он подтвердил учетную запись. Вот эти все данные. Он подтвердил, мне пришло то, что принято к рассмотрению. Сегодня уже готово. Супер-сервис избавил новоиспеченную мамочку от очередей и лишнего лакиты с документами. Площадка работает на базе единого портала государственных услуг. От родителей лишь требуется выбрать имя для малыша, дать согласие на обработку данных и отправить заявление в ЗАГС. Сотрудники оформляют, регистрируют записи акта о рождении. Но одно посещение все-таки родителям потребуется для того, чтобы получить готовое свидетельство для малыша. И для этого, как раз для удобства, у нас открылось удаленное рабочее место в роддоме городской клинической больницы имени святого апостола Андрея Первозванного. То есть оно упрощает работу супер-сервиса. Выдаем мы свидетельство здесь. В роддоме представители ЗАГСа работают два дня в неделю. В среду и пятницу с 14 до 16.00. В этот промежуток специалисты передают свидетельства. Отмечу, что подать заявление в новом формате родители могут в любое время суток. Оформление документов не привязано к определенному дню. Женщины восприняли это очень позитивно, потому что, скажем так, это очень облегчает жизнь молодым родителям. Не нужно собирать документы, ехать куда-то. За два месяца этого года в родильном доме Насурово на свет появилось 357 малышей. Родители части из них оформили документ в новом формате. Если же мамочке удобнее получить его по старинке, нужно подать заявление в любой удобный ЗАГС, выбрать время и забрать готовое свидетельство о рождении. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда. ТВ.